Партия реформ Сегодня Симкалас гость нашей студии и с первых рук узнаем у него, что же должны изменить реформисты. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вот адресую вопрос Андрея вам. Действительно вы заявили газете Постимис, что нужно изменить идеологию для того, чтобы успешно выступить на выборах в парламент в 2019 году. Какие ошибки допускала партия реформ, что вот она сейчас оказалась в оппозиции? Ну, не надо относиться к этому с особой паникой. Ведь 17 лет, если действительно партия участвует в правительстве, это создает такую специальную ситуацию, где ты так или иначе будешь все время оправдывать коалиционную идеологию. Это значит не твою, а коалиционную. И это если партия реформ как все время защищает две такие принципы. Один принцип это сполосированный бюджет и другой низкое налогообложение. Значит денег нет и для всех нужд. И поэтому все время и больше и больше будет таких претензий, что надо что-то делать по-другому. Но в оппозиции, конечно, ситуация другая. И это такая ситуация, где ты больше не связан с коалиционным договором и с интересами партнеров. Это значит, что нам бы надо пересмотреть идеологию в этом смысле, чтобы быть более четким в своих идеологических принципах. Не изменить кардинально основные принципы, но просто быть более четким, более ясным в своих... Но вы считаете, что все-таки какие-то ошибки были сделаны в идеологическом смысле партии реформы в прошлые годы, когда она была у руля? Ну вы знаете, это... Я не знаю, я не был в правительстве, я не был в парламенте правительства. Всегда можно сказать, что какие-то ошибки были, были, наверное, и в коммуникации. Но я думаю, что в целом, что с моей точки, что я смотрел коалиционный договор после выборов 2015 года, это был слишком сложный договор. И поэтому слишком много таких вещей, которые такие люди, наши такие коренные избиратели, они смотрели. Ну, например, один пример приведите хотя бы. Ну, все это насчет изменений налоговый пакет, где надо было что-то делать, потому что были интересы коалиционных партнеров. Но какие-то, значит, повышения налогов, которые очень так... То есть резкое повышение акцизов, например. Ну, тактизы, значит, и все эти сферы костинец, все обслуживания, они были очень критичны. Значит, это мы потеряли какую-то основную поддержку среди основных наших избирателей. Так что, ну, в общем-то, вы знаете, всегда критиковать правительство, это интеллектуально довольно такое простое дело. И поэтому несколько всегда, когда ты в правительстве и вообще, когда ты в каких-то, значит, исполнительных функциях, у тебя собирается такая совокупность объективных ошибок, которые ты должен делать. Но это ясно, что это вредит тебе. Ну, с идеологией более-менее понятно. А что делать с руководством партии? Тавер Ивас должен уйти с поста председателя? Ну, посмотрим. Наверное, это еще не так уж надо, не так уж торопиться. У нас по процедурам весной конгресс. Тогда посмотрим. Вне очередного конгресса не будет? Я думаю, что не будет. Но вы высказали уже мнение в одном из интервью, что партией должен руководить новый лидер, у которого за плечами нет такого тяжелого бэкграунда, как, допустим, есть у многих видных реформистов сегодня. Ну, это нюанс был, я говорил только о себе и не о других. Но ясно, что легче, если вы смотрите политику на Западе. То есть это как будто бы время большее, время трудное для тех политиков, у которых есть достижения и есть какой-то список, есть рекорд. И таким новым, новым политикам легче. Так что я думаю, что это надо тоже серьезно смотреть. Ну, вот Андрей сказал, что с идеологией все ясно. Я бы все-таки уточнила такой вопрос. Если говорить о парламентских выборах 2019 года, каким образом вы будете менять идеологию, поскольку до сих пор считалось, может быть, негласно, что партия реформ поддерживает богатые слои населения и лоббирует интересы бизнесменов. Вы намерены поменять, может быть, или расширить круг своих избирателей, или как-то переориентироваться на другие социальные группы? Видите ли, если партия получает 30 мест в парламенте, то эта поддержка значительно шире, чем только бизнесмены. Я думаю, что у нас как будто бы две основные моменты. Во-первых, конечно, либеральная идеология, которая, с моей точки зрения, я думаю, что есть место для этой идеологии. И с другой стороны такое, но популяр партии, на котором, в общем-то, партия реформ значительно передвигалась в сторону консерватизма. Так что это комбинация либерализма и консерватизма. Я думаю, что больше надо для выборов, больше надо подчеркнуть наши либеральные ценности, либеральные идеи. Но не забывать так консервативно, потому что это дало нашей партии широкую поддержку. Раскол возможен? Возможно появление новой партии из числа видных реформистов? Не думаю. Нет никакого основания. Почему? У вас свободная сфера оппозиции. Так что зачем там фрагментировать, еще создать какую-то другую, какую-то группу, которая потом будет иметь 10 мест в парламенте, и все будут иметь 10, если у тебя есть там возможность быть серьезной, большой оппозиционной силой. Может быть, вопросы на сегодня. Вы сказали, что в 2015 году вам не очень понравился коллекционный договор, поскольку он был сложным для партии реформ. Как вы оцениваете коллекционный договор нового правительства? Ну, я был бы, в общем-то, осторожным. Я бы взял бы несколько времени, что из этого выходит. То есть вы бы дали им 100 дней поработать? Да, да, да. Потому что, как я сказал, это очень легко взять какую-то деталь, сказать, что это плохо. Естественно, я могу это делать, но я не думаю, что это рационально. Я думаю, что ничего такого трагического в этом правительстве меняется. Новая каолиция, новая политическая ситуация. Будем так спокойно смотреть. И подчеркну еще одну вещь, что ситуация в мире сложная. И ситуация тоже, если смотреть, я как экономист, что я смотрю? Приток, отток капитала. У нас уже длительное время отток капитала. Инвестиции уменьшаются, прибыли уменьшаются. Значит, будет ли что-то в этом плане измениться? Это самое главное. Поживем, увидим, как говорится. Поживем, увидим. У нас в гостях был почетный председатель партии «Реформ Симкало». Спасибо вам. Хорошего дня.